Привет! Ээээ, отрибуарн! Тут в Антушечке решили провести, так сказать, экспериментик. Они у себя в Телеграм-канале выложили новый видосик за два часа до того, как он вышел на ютубчике. Ну, я решил, а почему бы мне его не скачать и не посмотреть до того, как он вышел на ютубчике? Правда, выйдет, конечно же, он всё равно позже. Но в любом случае, ролик я скачал. Называется, короче говоря, Работа мечты. Ну и прежде чем начать его смотреть, друзья, не забывайте как раз таки подписываться на Телеграм-канал, на Яндекс Дзен, на группу ВКонтактике и на вас. Все ссылочки будут в описании. На всякий случай, чтобы мы друг с другом не потерялись. Теперь давайте глянем новый ролик в Антушечке. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Погнали! Короче говоря, Работа мечты. Это была среда. Я грустный, пришёл домой. А чё тут ты грустный? Меня только что уволили с работы. В смысле, как это, зачем? Всё из-за какой-то мелочи. У меня просто не было мелочи на проезд, и поэтому я не появлялся на работе два месяца. Хахахаха, неплохо, можно было бы просто пешком и там, не знаю, до работы найти, либо достать, не мелочь там, 500 рублей, я думаю, тебе вполне бы разменяли, разве нет? Самый жил, а теперь наконец отдохнул. Начал играть в компку. Хахахахаха, это же тот самый блин гусь. Хахахаха, разрешите на его. Но тебе появился Рома. Он требовал вернуть ему долг в размере косаря рублей. Нифига себе, где ты его возьмёшь, если тебе даже мелочи нет. Сказал ему, что меня сегодня уволили и денег нет вообще. Да, Рома предложил найти новую работу. А это отличная идея. Согласен, идея прям отличная. Мне кажется, она сейчас очень злободневная для многих блогеров. Поэтому надо научиться искать новую работу. Я начал искать работу Роме. Он сказал, что так нечестно. Хахахаха, а ему-то зачем ты же работу потерял? Я надо решить по-честному, кто из нас пойдёт работать. Выяснилось с помощью камень, ножницы, бумага. Ага. Я достал ножницы. Я бумагу. Блин, проиграл. Лошара, ты же увидел то, что он ножницы достал. Нафиг, надо доставал бумагу. Всё-таки придётся искать. Камня, видимо, не было просто, да? Рома сказал, чтобы я не расстраивался и вручил мне газету. По его словам, только там можно по достоинству оценить нынешний рынок труда. Что? Кто вообще газетами пользуется, когда ищет работу именно вот сейчас? Есть всякие хэхэру, авито и так далее. По-моему, очень много сайтов с работой. Какая газета? А как я мог взять косарь в долг у такого человека? Согласен. Я принялся искать работу в интернете, а Рома... Блин, большой же какой монитор. Я тоже такой хочу. ...взел на диванчик и стал читать газету. Все тригония были примерно похожи. Нужно несколько высших... Двенадцать высших образований, знания шести языков, несколько сотен лет опыта, работа, суперслух. А, ну суперслух то уже есть у Ромки, так что эта работа явно ему подходит. ХАХАХАХА. Блин, несколько сотен лет showerз... Вот знаете, тут на самом деле это не смешно, я честно, потому что реально все работодатели хотят, чтобы у тебя был огромный опыт работы. Типа, я вышел из универа, у меня было образование, да, инженер-технолог, прихожу, опыт работы есть? Нет, только из универа, ну и прошел на... Зачем же мне нужно? Говорю, а как мне тогда работать, если вам нужно с опытом работы? Чё за бред? Как-как-как-как? Вот, скажите, пожалуйста, я не понимаю. Образование, знание нескольких языков и несколько сотен лет опыта работы. Да, эти требования не про меня. Надо найти настоящую работу мечты. Но как её найти, если моя мечта никогда не работать? Ой, блин, знаете, у меня тоже, на самом деле, такая мечта вот так вот просто раз, чтобы деньги появлялись себе на столе и такой... Сейчас пойду, я закажу себе роллов, завтра я пойду себе стейк пожарю, а работать не надо, потому что деньги-то огромными, блин, пачками просто появляются на столе. Просто мечта. Я услышал, как Рома громко заугарал. Он сказал, что и забыл, какие смешные анекдоты печатают в газете. А ты её держишь перевёрнутой. Нельзя отвлекаться. Решил написать резюме и разослать в кучу компаний. Написал своё имя и фамилию. Нет, придумал что-то более крутое, чтобы уж наверняка... Новое имя и фамилию, что ли, решил придумать? Повелся на варианте Железный. Ха-ха-ха-ха-ха, так это не имя и фамилия, это же этот... Погоняло. Ха-ха-ха, максимум. Как это можно назвать имя и фамилии? Имя, тебе... Слышь, Железный, иди сюда. Человек, дата рождения. Напечатал все девятки. Какие мои лучшие качества? Пусть будет суперсила, телепатия и, главное, честность. Там, блин, как бы написано, что требовался суперслух, а ты даже его не вписал. Ну всё, явно тебе не возьмут на работу. Это уже похоже на крутое резюме. Чем бы вы хотели заниматься на работе? Да-да-да, ну, типа, честность же главное, типа, качество. Поэтому надо было тогда изначально писать. Полчаса, я продолжал писать резюме и отвечать на... Рост 66 килограмм, вес 170 сантиметров. Не бесите меня такими вопросами. Стрессоустойчивость, наличие чувства юмора, не помню вопроса. Сколько я бы хотел получать? Два миллиона в месяц. Вот это, кстати, мне вопрос прям дико бесит на собеседованиях, когда приходил. Какую зарплату вы рассчитываете? Как бы у вас написано было в объявлении, какая зарплата? Вот нахрен ты мне об этом спрашиваешь. Максимальная какая у вас есть, какую я еще хочу? Ты че? Домашние животные, сами вы животные. Ну, чувство юмора прям шикарное. Вопросы в анкете. Если у вас друг Емур в Копенгагене, сколько стоит килограмм носков, то вы из смешариков, что за дурацкие вопросы? Я тоже не понимаю. Я, кстати, смешарики не смотрел давно. Я не понял, там че в конце было? Сколько стоит килограмм носков, то вы из смешариков, что за дурацкие вопросы? Конечно, жиласяш. Ну-ка, я так понимаю. А, да, это здесь из Америка. Неплохо. Самое главное, составить режим работы. Так, пусть будет понедельник с 10 до 5 с перерывом на обед с 11 до 4. Вторник, среда, четверо, праздничные дни. Пятница, санитарный день. Суббота и воскресенье, выходные. Блин, шикарно вообще. Я тоже хочу такую работу. Но сильно полагаться на резюме все же не стоит. Надо придумать свою собственную работу мечты и предложить ее работодателям. Нет, каким-то образом. Так это ты должен сам быть работодателем, разве нет? Чтобы такого придумать? Не знаю. Специалист, определяющий качество продукта на вкус. 10 букв. Не знаю, наверное, дегустатор. Ну, кстати, да. Я такой люблю. А что за специалист? Подходит. И еще, пища богов 6 букв. Шаурма, конечно. Нет. Не согласен, шаурма. Явно не пища богов. Рололы. Блин, не подходит тоже. Точняк. Я только что придумал свою работу мечты. Пробовай шаурму? Это дегустатором шаурмы. Звучит как достойно. Нет. И кто тебе деньги будет платить? Сам себе, что ли? Я уже даже представил свой презентационный ролик. Тут человеку плохо. Помогите, кто-нибудь. Я могу помочь. Вы врать? Нет, я дегустатор шаурмы. И уверяю вас, что от одного только запаха этого чудесного блюда любой придет в сознание. Так ты же дегустатор. Зачем ты ему дал самому попробовать? Как же вкусно. Спасибо вам, дегустатор шаурмы. Дегустатор шаурмы Сергей. Какая жесть. Что? Прямо сейчас. Ну и такая профессия заинтересует многих. Нет. Ну а, ну заинтересовать-то заинтересует. Только кто тебе за это деньги доплатить будет? Это срочно опробовать свой навык. Я нашел все необходимые... Это все за мерзость. Это уже не шаурма, это какая-то блевотина будет. Паркетика для шаурмы и попросил Рому ее приготовить. А я в свою очередь буду ее дегустировать. Ох, ой, господи, как неплохо. Аж что-то стало. 5 минут шаурма была готова. А-а-а, из пакетика. Я сказал, что с меня 500 рублей. Вот же мачтара. Я сказал, что рассчитаюсь с ним после первой получки. Итак, настало время продегустировать... А-а-а, зачем мой дуршлаг? Нет, это не дуршлаг, это шумовка, по-моему, называется, да? Дурбину шабуху. Один укус, второй. И вот спустя три часа... Очень хорошая, видимо, шабуха, да? И сам меня наконец отпустила. Все-таки в такой профессии есть все свои минусы. Надо придумать что-то другое. Рома сидел на диване и читал программу телепередач. Сказал, что сейчас начнется его любимый сериал «Сапфировый подбородок 3». Что? Я их не знаю. Эпика, я могу быть специалистом по сериалам. Еще одна... Э-э, нет, это я занимаю эту должность, потому что я обожаю сериалы. Я буду специалистом по сериалам, поэтому... Э-э, задавайте свои вопросы. Консультация стоит 1000 рублей 10 минут. Работенка мечты. Так сказать, совмещать приятное с полезным. Я даже уже представил свой новый презентационный ролик. Ну-ка, рассказывай. А-а-а, опять палеется. Что-то ему постоянно плохо. Тут человеку плохо. Помогите, кто-нибудь. Врача, врача, позовите врача. Я могу помочь. А врач? Нет, я специалист по сериалам и знаю, как привести его в чувства. Ну-ка. Спойлер, в конце острых козырьков убьёшь... Нет, замолчи, закрой свой рот. На самом деле, я тоже боюсь спойлеров, но острых козырьков не смотрел. По-моему, начинал, что-то одну серию или половину, где-то глянул и забросил. А говорят, классный сериал, надо бы глянуть. Интересно, позвонил уже по этому номеру, так там почему-то был плюс, а не ещё натирать. Сколько? 3 140 какая-то серия, чего нахуй помогает? Потому что сколько-то какая-то, блин. Так. Я не знаю, что делать, я залипаю в телефоне. Залипал минуту, 5. Сейчас придумают новую работу, 100%. Вот же она, работа мечты. Залипать в телефоне, ну... А кто за это-то платить будет? Я ладно, понимаю, типа, консультация по сериалам. Люди такие, блин, я не знаю, что посмотреть. Наверное, надо денег заплатить, чтобы человек мне подсказал. А здесь-то чё? Ты за человека будешь в телефоне сидеть? Как это? Профессиональный залипатель в телефоне. Что-то ещё презентационного ролика. Ты опять? Чё-то ему постоянно плохо. Чё-то плохо. Помогите, кто-нибудь? Я в телефоне залип, да? Ау, кто-нибудь? Да так ты здесь стоишь, возьми ты, помоги. На-а-а! Одну минуту. Это вариант. Это просто... Я хотел лайк поставить, потом вспомнил то, что я видос скачал. Но надо будет потом его ещё в ютубчике пересмотреть. Точно не подходит. Может, Ром уже что-то нашёл? Теперь богом читает. Он разговаривал с кем-то по телефону. Неужели он что-то отыскал? Рома сказал, что звонил в редакцию газеты, и они взяли его на должность придумывателя анекдотов. Нифига себе, красава. Не загнись, тот нищеброд безработный. А чё, кто-то ещё любит анекдоты, что ли? Кто-то их печатает? Да как же так? Важится порядка, что-то реальное, а не верить в работу своей мечты. Как вдруг мне кто-то позвонил. Нифига себе, кто-то узнал про работу твоей мечты и дал тебе работу твоей мечты. Алло, это Железный Человек? Я представитель компании Супер Диван 37, и мы одобрили ваше резюме на должность тестировщик диванов. Блин, нифига себе, я хочу такую работу. На самом деле есть такая работа. Там ты должен приходить, по-моему, и лежать на кровати. В Америке только, по-моему, такое есть, но я про такое слышал. Я бы хотел такую работу, серьёзно, она же классная. Да-да, я вас внимательно слушаю. Это прям Тунис Старк. Друзья, недавно мы создали свой телеграм-канал, чтобы вы не теряли с нами связь. Подписывайтесь по ссылке в описании, там много крутого. Также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Шикардос, просто видос офигенный получился. Огромное спасибо вам тушечкам, прям проржался. Мне понравились вот эти презентационные ролики, прям так классно. Отыгрывали, шикардос. Я бы на самом деле тоже хотел себе работу с сериалами связанной. Очень сильно, обожаю сериалы. Это, наверное, самое лучшее, что вообще придумали. Типа сел такой, расслабился, посмотрел офигенный сериальчик. Хочу, дайте мне такую работу, пожалуйста. Лолик, лолик классный. Обязательно лайк поставлю, как он выглядит на ютубчике. Но если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. И забывайте, прожимай бебенцы. Снеги в ссылочке в описании. С вами-ка всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.